Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Сегодня хочу сделать обзор на вот такую травку для котов и кошек, которая называется скакун. Этими семенами заполнены все супермаркеты, я думаю все их видели, и я иногда ее покупаю. Плюс к тому, почему у меня их две, их положили в подарок в какой-то кошачий наполнитель, когда вам покупали. Итак, травка в виде пакетика семян, красиво оформлена, производитель гавриш, и мы можем здесь видеть, что это свежая зелень будет для кота и кошек круглый год, и так далее, и тому подобное. Какой состав у нас семян? Мы здесь видим, что 60% будет овес, 5% будет мятлика, и 35% будет райграз. Трудно произносимое название. Здесь описание, что это для кошек, тру-ля-ля, лабуда. У меня уже не сохранился чек, но приблизительно цена этих травок в среднем типа 25 рублей. Давайте откроем и посмотрим, сколько же у нас там этих семечек внутри. По граммовкам здесь указано, что их 10 грамм в этом пакетике за приблизительную стоимость 25 рублей. Так, я отрезал, но недостаточно отрезал. Теперь достаточно. Давайте мы посмотрим на наши семечки. Так, высыпаем. Высыпаем. Ну, в принципе, мы так и видим по визуальному осмотру, что преобладает овес, что вот немножечко семечек мятлика, и вот такие вот круглые бобовинки. Это, видимо, Рагнас, или как его правильно, Райграс, Райграс. Вот. Сразу скажу свое мнение, потом его в дальнейшем, наверное, еще скорректирую, повторю, что за 25 рублей покупать 10 грамм овца, немножечко мятлика и 3 горошинки там Райграса, это, наверное, дороговато. То есть, можно купить 300 грамм у такого овса для проращивания, который там стоит, ну, типа 50, что ли, рублей. Я завтра поеду в Ашан, постараюсь найти и вам сфоткать. И, ну, вы понимаете, 300 грамм овса за 50 рублей, это выгоднее, чем 10 грамм овса за 25 рублей. Ну, конечно же, сейчас какие-нибудь профессиональные кошатники могут сказать, что, о, так это покупаешь просто овес, а здесь еще и мятлик, а здесь еще Райграс. Ну, как бы, да, это понятно, что здесь, типа, специальный состав для кошек, а тут просто овес для людей. Ну, как бы, можно, наверное, купить тогда еще и пакет мятлика для газона. Где найти Райграс, я не знаю, наверное, тоже можно найти и на этом сэкономить. Вот. Теперь мы посеем наши семена, посмотрим на их схожесть и уже потом сделаем окончательный вывод. Итак, у меня есть такой импровизированный горшочек для кота. Это зимний вариант, который будет стоять на подоконнике на кухне. Летний вариант, это у меня такая большая лохань, которая стоит на балконе, но зимой она подмерзает, балкон остекленный, но все равно на нем минус. Поэтому зимний вариант у нас будет в горшочке. Здесь у меня уже смоченный водичкой грунт. Я сейчас для вида еще вам его смочу, чтобы вы понимали, как я сажаю эти семена. Спрейчиком смачиваю землю и просто насыпаю... Сейчас я вот эту руку возьму. И просто насыпаю семечек вот так вот. Равномерно постараюсь рассыпать. Так. Типа так вот как-то. Распределим немножечко. Так. Тоже их смачиваю, чтобы пошло у нас размокание семян. Вот так вот. А сверху я делаю посыпку из опилок. Обычной древесной опилки. Летом это особенно актуально, когда идет жар от солнца, чтобы семечки не перегрелись, не пересохли и не сгорели. Зимой это типа не особо нужно, то есть можно просто землей присыпать. Но я делаю и зимой, и летом одинаково. Плюс они дают такую, ну типа эстетику определенную. И подкормку для будущих ростков. Мы все знаем, что опилками идет и эмульчирование. Когда на огороде сажаем и подкормка. Вот я делаю так. Ну, мне так нравится. Я не буду утверждать, что это там супер правильный метод. Или там какой-то единственный правильный. Вы можете делать как хотите. Но я делаю вот так вот. И подмачиваю еще сверху спрейчиком. Получается так, что семена лежат на влажной почве. Они с вами влажные. И сверху влажные опилки, которые не дают мне пересохнуть. И не дают сгореть. Или наоборот заболотиться. Вот. Если зимой очень холодно, можно на первые сутки накрыть пищевой пленкой. И будет такой типа парничок. Парниковый эффект. А потом надо его снять, чтобы не было плесени. Вот, друзья. Будем ждать прорастания. Это займет где-то 3-4 дня. И до полного уже такого соответствия. Это около недели будет. Итак, друзья. Прошла неделя. Наша травка выросла. И готова к поеданию коту. Я дико извиняюсь. Но в начале видео я не совсем правильно сориентировал вас по ценам. Я говорил про 25 рублей. Но, наверное, имел ввиду 15 рублей. Я поупал в какие-то предыдущие разы. Сейчас травка стоит 12 рублей. Но, все равно, тем не менее. Итак, несмотря на то, что мы довольно густо посыпали семена. Конечный итог, видите, такой вот жидковатый вышел. То есть, травка не густая, а такая вот она, реденькая. Преобладает, конечно же, наверное, овес. И вот тонкие травинки. Это, наверное, какой-нибудь райграсс или мятлик. Как он там? Райграсс. Так, друзья. Как вы можете видеть, кот сразу заинтересовался. Если говорить о плотности посадки, то для такого объема, наверное, все-таки нужно два таких пакетика сыпать, чтобы она была так погуще. Я сейчас покажу, как я густо сажаю обычно в корыте на балконе коту. Он в этом корыте даже любит иногда просто в этой травке лежать и заодно ее щипать. Вот. Ну, здесь, как я уже сказал, она такая, видите, очень жидненькая. Также по составу, ну, тут, конечно же, круто, наверное, то, что здесь три вида травы. И, наверное, коту надо именно всякие разные травки, а не только овес есть. В этом, наверное, плюс. Но все равно, друзья, одного пакетика для вот таких вот десяти жидких сантиметров, это цена, наверное, ну, такой себе. То есть, наверное, адекватная цена такого пакетика не 12 рублей, а рубля 4-5, наверное. Так, чтобы вот засеять большую лохань, надо будет где-то, наверное, там, типа 10 таких пакетиков. Сами понимаете, во сколько это выйдет. Тем более, что, ну, как бы окей, да, пакетик этой травки. Понятно, что если у вас живет кот дома, эту травку нужно сажать постоянно. То есть, это будут постоянные большие траты. То есть, конечно, да, плюс то, что она содержит три вида травы, это прикольно. Здесь хорошее оформление, но, ребята, за 10 грамм семечек 12 рублей, это все равно достаточно такие высокие цены. Надо либо снижать цену до 4-5 рублей, либо, может быть, продавать, там, 50 грамм пакет за тоже такие какие-то сбалансированные деньги, чтобы окупить, там, затраты на упаковку, на дизайн, на все остальное. Вот. Такие вот у меня конечные ощущения к данной травке. Мы иногда ее покупаем, как я уже сказал. Вот. Но я больше взял на вооружение покупать овес для проращивания, и, там, за такие небольшие 10-20 рублей, в соответствии вот с этим пакетом, 300 грамм стоит, там, что-то рублей, там, 67, вроде, уже забыл, на фото выложу. Ну, и треть пакета может засеять целое корыто для кота. Вот. То есть, буквально 20 рублей будет посадка травы стоить. В общем, друзья, вот такая вот у нас травка на обзоре была. Покупать или не покупать, думайте сами, решайте сами. Ну, вот, как я сказал, мы иногда берем, но в большинстве случаев я сейчас сажаю просто овес для проращивания. Напишите в комментариях, нужна ли коту всякая вот эта мятлика и райграсс. Обязательно ли это ему? Или достаточно просто там какого-нибудь будет овса. Ну, а мы на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры. И до новых встреч, до новых видео. До новых встреч, до новых встреч.